Привет, друзья! Итак, в США торнадо, ураган в России, пожары в Италии, тайфун и наводнение в Китае, а еще новое землетрясение в Турции. Вот это и обсудим. Интересуют такие новости? Поддержи нас лайком и комментарием, это важно. Ну а с вами самый ненаучный канал, Сэншоу, погнали! А точнее наводнение – одно из последствий тайфуна Даксури в Китае, где уже сегодня почти полтора миллиона человек попали под разгул стихии, а еще почти 400 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Властям пришлось их эвакуировать. Для спасения населения власти мобилизовали около 21 тысячи человек, в том числе более 5000 военнослужащих. Скорость ветра достигала 175 километров в час. Улицы ушли под воду, от удара стихии обрушилось 90 домов. Также тайфун затронул и сельскохозяйственные посевы, уничтожив свыше 450 гектаров урожая. На данный момент ущерб составил 430 миллионов долларов. В настоящее время в Канаде наблюдается самый разрушительный за всю историю страны сезон лесных пожаров. Чтобы вы понимали весь масштаб, с начала года по 31 июля было зарегистрировано более 5000 пожаров. Охваченная территория огнем примерно в 7,5 раз больше, чем общая площадь, пострадавшая от лесных пожаров в Китае за два десятилетия. И это еще не конец. По оценкам исследователей из Института прикладной экологии Китайской академии наук, в результате канадских пожаров в атмосферу был выброшен миллиард тонн углекислого газа. А ведь в Канаде не только пожары. Например, пару дней назад в Антарио был еще и град, и все бы ничего, если бы размер летящих с неба ледышек не был в 5-6 сантиметров в диаметре. В Италии в последнее время один пожар за другим. Причем горит не только лес. Например, на этих кадрах ядовитый пожар на гигантской свалке в Риме. Тушили его долго и отметим, что в 2022 году уже было нечто подобное. Сильный пожар внезапно вспыхнул на свалке недалеко от аэропорта Чемпино, в пригороде Рима. Над горящей кучей мусора поднимается столб черного дыма, который было видно из многих точек итальянской столицы. Сильный продолжительный ливень, град и шторм обрушились на Черкесск. Они привели к падению деревьев и повреждению имущества людей. Мэр города сообщил, что все компетентные службы ликвидируют последствия стихии. Налетевший накануне сильный ветер с дождем и градом повредил также линии электропередач, заборы и кровлю зданий. Ну а тем временем более 26 тысяч гектаров тайги потушили в Югре за два месяца. Сейчас на территории региона борются с тремя лесными пожарами на площади около 45 гектаров. В горящих зонах работают пожарные авиалисы охраны Югры. Используется необходимое оборудование и техника. В рамках рубрики «А что там под водой» сегодня у нас Аплессия спи, род брюхоногих моллюсков из семейства Аплессиедаи, подкласса хетеробранча, вырастает до 12 сантиметров в длину. Хотя есть подвид Аплессия вакария, которые вырастают аж до 70 сантиметров в длину. Встретить их можно буквально везде. Они населяют мелководные прибрежные районы и защищенные заливы, густые зарослями. Ну и под конец землетрясения. И в этот раз землетрясения в России. А если точнее, подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в Кимеровской области, сообщает Алтаэ Саянский филиал единой геофизической службы РАН. Эпицентр подземного толчка зафиксирован в час ночи. Находился он примерно в 6 километрах к юго-юго-востоку от центра города Шерегеш, где расположен горнолыжный курорт. Турции тем временем, помимо 50-градусной жары и лесных пожаров, еще фиксируют и землетрясения. Толчки магнитудой 4,5 зафиксированы в 26 километрах от Антиохия, Хатай. Отметим, что это уже четвертый день подряд. Землетрясения в Турции, катастрофы в США, лесные пожары по всему миру. Что это, друзья? Все еще вариант нормы или уже нет? Пишите, что думаете и не болейте. Всех благ.